приветствую всех своих подписчиков а также случайных зрителей сегодня вместо обзора очередного молодого крипто проекта я хотел бы рассказать вам про целую отрасль о которой наверняка многие слышали но как именно она устроена не всегда понимают речь сегодня пойдет о криптовалютном кредитовании я расскажу вам как работают кредиты в дефа и что такое flash луаны а также о том какие перспективы есть у данного направления индустрия кредитования в дефа и зародилась 2020 году пионером тут можно назвать протокол мейкер дал который сегодня наряду с его и компаунд является лидером сфере дефа и кредитования однако суть кредитов которые выдаются в децентрализованных финансах сильно отличаются от привычных нам банковских кредитов в дефа и все происходит анонимно для получения кредита вам не потребуется предоставлять никаких документов о себе кредитную историю вас тоже никто проверять не будет к тому же сами кредиты выдаются гораздо быстрее ведь заемщику не требуется ожидать никаких подтверждений ну и конечно же проценты в дефа и чаще всего процента по кредиту является более низкими чем у банковских займов например в протоколе оазис от мейкер дал переплата по кредиту составляет от пол процента до двух процентов в год причем вернуть кредит заемщик может в любое время каких-то конкретных ограничений по срокам в дефа и кредитах зачастую нет но разумеется что все не может быть так просто несмотря на большое количество плюсов у дефа и кредитов есть один большой минус это залог да подобные децентрализованные кредиты не выдаются безвозмездно за них всегда нужно предоставить залог почти всегда превышающий сумму которую вы хотите взять займы зачастую параметр ltv то есть соотношение займа и залога составляет от 120 до 180 процентов то есть например если вы захотите взять кредит на 10000 долларов то залог вам нужно будет предоставить криптовалюты на 12 18 тысяч долларов звучит это довольно странно давать залог большую сумму чем получишь по кредиту но вы такова плата за все эти плюсы что предоставляет дефай а если больших сумм на обеспечение залога у вас нет то вам все-таки лучше присмотреться к традиционным банковским кредитом например кредиту наличными от альфа банка для его получения не требуется вносить залога оформить его можно онлайн одобрение проходит за одни сутки деньги можно получить на руки в отделении банка или же на бесплатную дебетовую карту а самое главное это процент который сейчас является самым низким за всю историю кредитов в альфа банке и составляет всего четыре с половиной процента годовых возвращаясь же к теме дефай кредитов думаю стоит пояснить для чего же они все-таки вообще существуют в отличие традиционных банковских кредитов которые используются на различные бытовые нужды кредиты в дефай зачастую берутся для совершения финансовых операций можно допустим заложить свои биткоины получить за них юс детей приумножить их каком-нибудь другом дефай протоколе а затем вернуть заемщику уплатив процент части прибыли так у вас останутся и ваши биткоины и в полном объеме и процент заработанный на операциях с юс детей а в некоторых случаях для такой цели можно получить кредит в дефай и без залога называется это flash loan или мгновенный займ по нему действительно надо уплатить лишь процентную ставку а залог равняется нулю только сложность таких кредитов в том что они являются действительно мгновенными взять займы вернуть его вам надо успеть в рамках одного и того же блока то есть буквально за несколько секунд поэтому зачастую такими кредитами пользуются лишь профессиональные трейдеры и ботоводы которые зарабатывают на арбитраже через декс биржи но кто знает может быть в будущем мы увидим сферу дефай кредитование приближенную традиционным финансам без залога и на адекватный срок но при этом быструю анонимную и с низкими процентами и возможно в этом поможет новая технология sold bond nft которая позволит вести кредитную историю заемщиков в анчей формате и раскрывая при этом их реальную личность ну что же на этом видео подошло концу я со всеми прощаюсь и как обычно желаю вам большого профита и всем пока